Эй, здорова ютуб, у микрофона газонщик фикс, и сегодня я открою личный бизнес по стрижке травы. Сразу скажу, дело это не из простых. Моя задача стричь газоны от самых маленьких территорий до гигантских полей. Конечно, со временем мне придется улучшать свои навыки и покупать новые газонокосилки, ведь иначе я просто не справлюсь. Но в любом случае, сегодня мой первый день на этой работе, и чтобы заработать хотя бы какую-то копеечку, мне пора браться за дело. В данный момент мне доступна только самая маленькая территория, ведь меня еще никто не знает. Вот вы бы доверили свой большой участок с большой травой какому-то случайному человеку, я бы нет. Поэтому давайте докажем им, что я в своем деле профессионал. Но перед тем, как начать работу, я бы сначала заглянул в магазин. Мне просто интересно узнать, что там вообще за цены такие. Вот он магазин, здравствуйте. И вот они, газонокосилки. То, чем я сегодня буду работать. Тут у нас есть отдельная витрина с самыми топовыми моделями. И, ооо, машины мечты. Боже, какая сладость. Я даже не знаю, на чем буду работать я сейчас. По-любому, на чем-то невероятно древнем и очень старом. Но, в любом случае, я думаю, я готов. Итак, мой первый участок. Сложность легкая. По идее, участок маленький. И награда это 32 желтые монеты. Что ж, ну, звучит вполне себе неплохо. Давайте начнем. Вот я и на месте. Мой первый участок. И, подождите, у меня, кажется, вообще даже нету никакой газонокосилки. Вы реально мне предлагаете работать руками? Вот этими вот ручками? Они вообще не для этого были сделаны. Но, ладно, видимо, выбора у меня нет. Для начала давайте осмотримся и оценим масштаб вообще работ. Ну, а вообще-то участок-то довольно маленький. Вот, буквально все. Это единственная трава, которая тут есть, поэтому, да, можно начинать, в принципе. Моя задача, по идее, просто это все дело убрать. И тогда я получу свои деньги. Что тут за дом такой? А дом-то такой неплохой, знаете. Мне кажется, для такого богатого дома они мне очень мало платят. Но, ладно, на самом деле грех жаловаться. Хоть я работаю и руками, пока что работа идет вполне неплохо. Еще немножко и я закончу со своим первым участком. Пожалуйста. Так, еще чуть-чуть. Последняя травинушка. Я не знаю, должен ли я что-то собирать в качестве доказательства, что я сделал работу. Оп. Отлично. Работа завершена. Окей, по всей видимости, не нужно. Ладно, хорошо. Так, получить награду. Хорошая работа. Вот твоя награда, человек. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Для меня это большая честь. А теперь верни меня, пожалуй, домой. Произвожу телепортацию. Так, я на месте. И давайте посмотрим, что... Подождите, мне реально ничего нового не открылось. Только, опять же, этот газон... Не-не-не, это не дело. Меня радует только то, что я заработал 32 монеты. И давайте посмотрим, могу ли я вообще что-то себе купить. Здравствуйте, продавец. И... Оооо, вот она. Ха-ха-ха. Машина, которая заработает мне деньги. Тор 150С. Идеальный выбор. Мне кажется, конечно, что это самая ужасная машина. Вот, давайте просто посмотрим. Это у нас Speed 500 2020 года выпуска. Нет, это не оно. А, вот оно. Тор 150С. Год выпуска 2022. Четыре блока в секунду. А в разделе больше информации написано, что это отличная машина для начинающих газонокосильщиков. Позволяет делать работу быстрее, чем собственными руками. Ну, что ж, я доволен. Я купил хотя бы что-то. До этого у меня вообще не было ничего. Поэтому возвращаемся к нам в офис. И, блин, как мне открыть-то вот это вот место? Может быть, мне нужно сначала закончить свою рабочую смену? Здравствуйте, босс. Приветствую. Я твой босс. Если ты хочешь закончить свою рабочую смену, скажи мне об этом. О, отлично, я как раз-таки за этим. Закончить смену. Поехали. О, как интересно меняется день. Что ж, сделаем вид, что я сходил домой, поспал, проснулся, покушал. Чего? Мне открылось сразу две карты? А, так потому что у них у обоих сложность нормальная. То есть в этом дело. Значит, была легкая, теперь открылась нормальная. И потом у нас идет тяжелая. И только потом огромная. О-хо-хо. Чтобы обработать это, я так понимаю, футбольное поле, мне придется попотеть. Но в любом случае, теперь у меня есть газонокосилка, какая-никакая. И давайте попробуем ее в деле. Начнем, наверное, вот с этого домика. Награда здесь две фиолетовые монетки. Здесь у нас три, поэтому это потяжелее. И давайте, поехали. Итак, мы на месте. Я уже вижу, что этот дом явно побольше, чем моя первая территория. И травы здесь явно побольше. Ну, честно говоря, ладно, хотел сказать, что ее не так уж и много, но нет. Ее сильно много. К счастью, я все-таки купил себе газонокосилку. И давайте разберемся, как ей вообще пользоваться. Так, по идее, я должен ее просто кинуть. И... О-о-о. Вот она, вот она, рабочая станция. Ну, поехали. Ой, какая медленная. И вот эта вот четыре блока в секунду, она вообще точно будет косить траву. Может быть, мне дополнительные деньги какие-то даваться будут. Ой, 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 ой. Вы это видите, она даже застревает об траву. Эта газонокосилка настолько плохая, что я вообще еле двигаюсь. Ну, ладно, ладно, потихонечку работа идет. Я, конечно, не жалуюсь, но, по-моему, по-моему, рукой было быстрее. Я не знаю, что там будет дальше в магазине, но эта газонокосилка мне как будто даже усложняет работу, чем ускоряет. Вы смотрите, она буквально заедает об каждую травинку. Я останавливаюсь на целую секунду, чтобы ее сломать. Из плюсов она хотя бы работает. За такую цену она вообще могла заглохнуть прямо в магазине. Ладно, делать нечего, придется работать. Ух, половина зоны этого участка готова. Как жаль, что у меня еще тут три таких участка. И мне нужно явно как-то ускорять процесс работы. Возможно, рукой реально сейчас быстрее. По крайней мере, пока что вот эта вот газонокосилка абсолютно не стоит своих денег. Точнее, наоборот. Она стоит как раз-таки своих денег. Но этих денег было очень мало, поэтому имеем, что имеем. Ладно, думаю, это последний раз, когда я буду работать руками. В конце концов, сейчас я получу две фиолетовые монеты. И что-то мне подсказывает, что это уже явно побольше денег, чем у меня было до этого. И, возможно, с ними в кармане я смогу купить себе что-то достойное. То, что хотя бы об траву не застревает. Вот было бы вообще отлично. Но, честно говоря, пока что даже руками как-то работа идет прямо тяжко. Прям, знаете, так тяжело, тяжело. Но, вот, первое поле готово. По идее, работы осталось не то, чтобы много. И это только нормальная сложность. Что там на футбольном поле вообще, я не представляю. Но, как говорится, в такие моменты главное любить свою работу. Эх, моя работа, как же я тебя люблю. Хоть кто-то мне поверил сейчас. Конечно, я, блин, уже устал этим заниматься. Но, ладно, ничего. Главное, это деньги, пропитание и новые газонокосилки. С ними у меня все получится. Так, здесь тоже все готово. Не знаю, нужно ли убирать эти цветы. Хозяин вроде и не говорил. Но, мало ли, он считает их как лишнюю траву. Вот тогда надо было бы убрать. Но, ладно. Пока что просто работаю. И, наконец-то, вся работа завершена. В смысле? А, вон ты где заныкался. А ну иди сюда. Отлично. Работа завершена. Вот, отлично. Я уже готов кушать свой доход. Для начала давайте я заберу свою машинку. Я же могу это сделать? Или она сама переместится? Я вот не знаю. Почему ты из нее, знаете, сыпется нафига яйца? Меня это немножко напрягает. Ладно, ладно, пускай стоит. По всей видимости, рабочий бот разберется с этим сам. А я забираю награду и возвращаюсь. Так, я сейчас вернулся и понимаю, что со мной нету моей газонокосилки. По всей видимости, я все-таки должен был ее как-то забрать. Но... Да. Ну что ж, бывает, она все равно мне была не так уж сильно и нужна. У меня вот есть две фиолетовые монетки. И я хочу посмотреть, могу ли я что-то за них взять. Было бы просто замечательно. Давайте проверим. И серьезно... А, вот, подождите. Вот это могу. Вот, отлично. Я уже думал, ничего не могу. Оно как-то сливалось прямо. И это у нас скорость 500. Какая-то, по всей видимости, новая модель. Давайте посмотрим. Вот она. Это модель 2020 года. И у нее 10 блоков в секунду. Вау. В описании сказано, что она быстрее и лучше. Но будьте осторожны с управлением этого зверя. Хо-хо-хо. Такое описание меня устраивает. Ладно, эту я попробую не прокакать. И в следующий раз забрать с собой после выполнения работы. Возвращаемся в наш штаб. И давайте посмотрим. Так, ну у меня осталось, по идее, только одно нерабочее поле. На котором я еще ничего не делал. Но для начала мне в любом случае нужно завершить рабочий день. Босс, здравствуйте. Закончить смену. Опа. Я снова здесь. И смотрите-ка. Помимо нормальной сложности, у меня открылась даже тяжелая сложность. То есть, в теории, мне даже не обязательно проходить вот этот вот дом, который дает мне всего 3 фиолетовые монетки. Ведь я могу пойти сразу на сложный и получить 10. Вот это вот выгодно. Правда, я вижу, что за огромное футбольное поле мне дадут одну синюю монетку. И, честно говоря, в магазине ничего за синюю монету я не видел. Если мы посмотрим еще раз, то у нас здесь все только за фиолетовые монеты. На что же мне тогда нужно тратить синюю? Да, я могу ее здесь обменять на 64 фиолетовые. Но в чем смысл? Нет, по-любому есть какая-то секретная газонокосилка, которая откроется после вот этого вот поля. И тогда я почувствую себя настоящим боссом. Ну, а пока что давайте почувствуем себя униженным. Потому что мы отправляемся на очень сложную работу. Это буквально гигантский участок. Ладно, поехали. Мы прибыли на место и сразу давайте осмотримся, насколько у нас вообще большая территория. Так, тут трава, здесь трава, здесь участок. Дом-то сам по себе очень здоровый. Я бы в таком с кайфом жил. Правда, вот они тут не убираются. Я им немножко помогу. Вот траву здесь уберу. Надеюсь, доплатят за это. И на самом деле, как будто бы травы здесь не так уж и много. Она здесь вся просто по границам. И как будто бы просто очень неудобно растет. Но я и правда думаю, что ее здесь меньше, чем было до этого. Так что с этим мы вполне себе справимся. Итак, скорость 500. Вот она. Поехали. Давайте затестим. По идее, она должна быть в 2,5 раза быстрее, чем прошлая. Вау! Кто мне годочную машину подсунул вместо газонокосилки? Это что за монстр такой? Что? Внимание! Вы получили штраф в виде одной монеты за уничтожение цветка. Чего? Я же не уничтожил ничего. Вот так, типа. Я реально проехался по цветкам, и мне это засчитало. Так, ладно, буду осторожен. По всей видимости, вот тут вот надо быть супер аккуратным. Ну, вы посмотрите, как быстро она справляется. Это прям, это прям значительно лучше, чем было до этого. Окей, вот теперь я чувствую, что бизнес пошел. Ой-ой-ой-ой-ой! Я получу сейчас еще три штрафа. Так, надо быть предельно осторожным, предельно аккуратным. Если подобрать правильный угол, то я могу рубить сразу два ряда травы за раз. Но подобрать правильный угол получается далеко не всегда, а вот цветы здесь буквально везде. Как я должен их вообще объезжать, я не знаю. Но вот я не могу не нарадоваться, моя газонокосилка прям реально мощная в этот раз. И вот, вот я поймал угол. Сразу рублю два ряда травы, и все чистенько, идеально. Если я буду двигаться в таком темпе, то закончу, в принципе, очень быстро. А если закончу очень быстро, то получу 10 монет. Этого мне хватит на самую крутую газонокосилку, которая мне пока что заступна. Так что работаем, работаем. Вот, этот ряд тоже закончен. Главное не задеть цветы, потому что... Стоп, подождите. А неужели я урезал себе прям фиолетовые монеты? Я надеюсь, что штраф не зачисляют в желтых монетках, потому что они стоят гораздо меньше. Если нет, то я очень сильно расстроюсь. Зачем я тогда работаю над таким большим участком за пару фиолетовых... Ай, еще меньше фиолетовых монет. Ладно, надеюсь, что все будет нормально. А пока что просто работаем. Наверное, вот эти вот зоны, которые рядом с цветками, я буду все-таки ломать рукой. Потому что иначе я рискую, опять же, получить штраф. А штраф это тема, которую я не очень хочу получать. По идее, осталось совсем-совсем чуть-чуть аккуратно действуем. Если я прав, то это последняя трава, которая осталась в этом участке. Давайте докашиваем. И нет, блин, опять где-то пропустил. Ладно, выйду из своей газонокосилки и проверю ручками. Ну вот чистота прям, ну нет. Ну поработал прям на славу, по-моему. Правда, где-то, по всей видимости, есть травинка. И где, я, честно говоря, прям не вижу. Алло, я же вообще все срубил. Я прям идеален. Так, ребят, ну я еще пару раз прошелся по участку. И как будто бы я реально срубил все. Возможно, мне просто не сказали о том, что работа завершена. Но в любом случае. Осталось разобраться, как подобрать мою газонокосилку. С нее падают сундуки. Может быть, у тебя, мужик? Так, газонокосилки. И что ты мне дал? Что? Что это за мусор вообще? Кто на таком вообще ездит? Он еле передвигается. Короче, честно, не понимаю, как взять свою газонокосилку. Поэтому давайте просто попробуем получить награду. И надеюсь, мне ее дадут. Эй, ты должен сначала срубить траву. Потом награду. Ты серьезно, что ли? Ладно, давайте я вообще снесу все цветы. Возможно, цветы им тоже не нужны хорошо. Или они об этой траве говорят. Честно говоря, не понимаю. Как минимум наверх я даже достать не могу. Поэтому надеюсь, что они говорят не об этой траве. Спустя долгое время я срубил вообще все, что здесь находилось. Поэтому давайте теперь попробуем забрать мою награду. Так, робот, меня не обманывайте. Я работал здесь очень-очень долго. Недаром эта сложность тяжелая. Поехали. Забираем награду. К счастью, награду у меня получилось забрать. Правда, вот мне дали только 6 фиолетовых монет. Далеко не 10, как обещали. Но я так понимаю, что все это из-за штрафов. И, внимание, я открыл самую большую территорию. Футбольное поле. Перед тем, как на него пойти, я, пожалуй, куплю себе самую крутую газонокосилку из доступных на данный момент. А именно, это у нас БГ-1С. Машина. Реальный трактор. Давайте его найдем и прочитаем, что он вообще может. Так, БГ-1С. Вот он. Модель 2022 года. Проезжает 3 блока в секунду. Так, это мало. Подождите, а в чем тогда смысл? Описание. Может рубить любое растение на пути без остановки. Идеально для больших территорий. Ого! То есть, вот в чем плюс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я захотел проверить, насколько это круто. Так, давайте самая большая зона. Поехали. Я не успел появиться, как уже вижу. Какое это огромнейшее поле. Не зря его называют самым сложным. Но у меня самая дорогая газонокосилка. Которая вообще не останавливается ни перед чем. Правда, вот едет она что-то уж... Ну, да. Слишком медленно. Вы что, серьезно? Я вот так должен это все дело рубить? Не, я, конечно, понимаю, что я рублю там по 2 блока сразу. Вообще не останавливаюсь. Но вы реально хотите, чтобы я вот так вот это делал? Что ж, ладно. Я это сделаю. И вот я снова здесь. Честно говоря, ребят, я занимаюсь этим полем уже дольше, чем всеми предыдущими за весь ролик. Прямо сейчас за моей спиной вы видите почти идеально чистое поле. Но нет, ребята, я не смог. Как бы долго я этим не занимался, а это уже, наверное, минут 40. Это поле просто невероятно огромное. И его очень-очень сложно вот таким вот темпом очистить. Все, что я делаю, ощущается, как просто иголочка в гигантском стоге сена. И все бы ничего, но мне уже банально плохо этим заниматься. Я не справился. Поэтому, честно говоря, уж не знаю, насколько успешным получился мой бизнес по стрижке травы. Об этом вы напишите в комментариях. А на этой ноте, где я не смог пересилить себя, мы, пожалуй, и закончим. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. И обязательно также напишите в комментариях, смогли бы вы почистить это поле от травы. Не знаю, как кажется на видео, но поверьте мне, оно реально-реально огромное. Ну, а микрофон был фикс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok